Владимир Зеленский планирует провести Троицу под Кирилловкой на Азовском море. СМИ стало известно, что президент на Троицу собрался отдохнуть неподалеку от Мелитополя и Кирилловки. На Берючем острове, расширенном участке в конце Федотовой косы, уже вовсю готовятся к визиту гаранта. Остров входит в состав Азово-Сивашской национальной природного парка в Херсонской области. С 2015 года его открыли для туристов. Приводят в порядок президентскую дачу, обустраивают вертолетную площадку, сказано в сообщении. Также говорится, что резиденция на острове появилась еще в хрущевские времена. Собственно, именно Никита Сергеевич превратил заповедник в заповедно-охотничье хозяйство. Для генсек этом отстроили дачу, но появился он там всего один раз. Но более роскошная постройка, соседствующая с хрущевской, президентская резиденция, построена во времена Павла Лазаренко. Последний раз на этом охотничьем островке останавливался президент Леонид Кучма, когда вел переговоры с российским президентом по поводу косы Тузла в Керченском проливе. Интересный материал о президентской даче был опубликован в херсонской газете «Новый день» в 2008 году. Вот цитата из него. «Охотничий привал Никиты Сергеевича – это целый комплекс с двумя зданиями для охраны и обслуги, отдельной столовой и даже ледником для хранения продуктов. Домик Хрущева в 80-х годах горел, так что после основательного ремонта об эпохе генсека здесь напоминает немногое. А вот часть интерьера столовой отлично сохранилась. Здесь настелен отменные крепости дубовый паркет, на стенах мозаика из дерева и изобилие оленьих рогов. Из них сделаны даже светильники и люстры. Ничего не скажешь, умели в ту пору ценить натурпродукт. Но современная президентская дача, конечно же, больше. Говорят, что семейство Януковичей также любило отдыхать и охотиться здесь. Да и во времена президентства Петра Порошенко остров периодически закрывали, говорили для визита тогдашнего гаранта. Для справки, Берючий – это искусственно созданный остров «Песчаная коса» в Азовском море неподалеку от Геническа. Он отмежевывает от моря Утлюцкий лиман. На острове длиной 24 километра и шириной около 5 километров сложилась уникальная экосистема. Еще пять лет назад на 290 гектарах острова жили более тысячи оленей, 2,5 тысяч ланей, 120 редких туркменских куланов, зайцы и фазаны. На сегодня в Государственном управлении делами при администрации президента Украины существует целая индустрия гостеприимства, в составе которой санаторий «Сбруч» в Тернопольской области, комплекс отдыха «Пуща водица», санаторий «Конча-Заспа» и там же «Дом отдыха», санаторий «Хрустальный дворец» в Трусковце и санаторий «Моршинский», резиденция «Синегора» на Ивано-Франковщине, лесное хозяйство «Белоозерское» в Переяславе-Хмельницком, резиденция «Залесье» на Киевщине и, какой сюрприз, санаторий имени «Семашко» в российском Кисловодске. Напишите в комментариях свою точку зрения на это. Также вы нам очень поможете, если поделитесь этим видео на своих страничках в соцсетях. Субтитры подогнал «Симон»